Трамплин для инноваций. Предприятие электротехнического кластера в ожидании поддержки федерального центра. Дело не только в денежной подпитке. Ведущим производителям реле необходим общий для всех центр сертификации. Сейчас, чтобы зарегистрировать свой продукт, чувашские предприятия проходят долгую процедуру. Собственная организация ускорит этот процесс в разы. О перспективах создания подобного центра в регионе сегодня говорили с гостями из Москвы, которые как раз отвечают за продвижение инноваций в стране. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Инновационный кластер республики уже не перегонишь. Сейчас в его составе более 50 предприятий и организаций. Релейная защита – основной продукт. Именно на чувашскую промышленность приходится половина всех поставок российским заказчикам. Новые цели признанных лидеров обогнать по поставкам иностранных производителей уже не заоблачные. Следующий за этим шаг – захват зарубежных рынков. То есть, если бы мы смогли смоделировать энергетическую систему Российской Федерации, то, соответственно, имея механические возможности для моделирования, мы бы могли моделировать другие энергетические системы других стран и, соответственно, уже более уверенно выходить на рынки иностранных государств. Но в то же время кластеру необходима поддержка властей. Отсутствие своего сертификационного центра – один из главных тормозов наступления на Запад. Лицензировать инновации сейчас приходится за пределами республики. Зачастую на весь процесс может уйти год, а то и больше. На Западе существуют типа КНД, единые центры, который прошел сертификацию в этом центре. Пожалуйста, тебе дорога, везде тебя могут брать, и никто ничего больше не требует. Сегодня ни одного такого центра нет. Эти сроки благодаря центру сократятся в разы. Создать его пытаются давно, даже приобрести оборудование промышленники готовы за свои средства. Но дело не только в деньгах. Центр, если он действительно будет признан политически, то он будет самоокупаемым. Там не понадобится никаких федеральных денег. Потому что его и профинансировать можно через кредитные ресурсы, и сами предприятия сложатся, это все обсуждалось. Но риск один. То есть, если этот центр не признает, получается, никто из других, то фактически все деньги на ветер. Необходимые официальные разрешения, добро на открытие сертификационного центра могут дать только федеральные власти. Письмо в Минэкономразвитии России Чувашия уже писала. Пока дело не сдвинулось с места. У меня предложение, еще раз, это изложить, и в эту бумагу направленную энергию, и там совещание организуем, или Кубатова, или Минюнцева. Предприятия электротехнического кластера ждут внедрения в процесс системы единого проектирования на разработке. Многим промышленникам сначала приходится ждать задания, потом тратить время на его изучение. В итоге сроки от идеи до сборки техники на конвейере растягиваются. Сегодня кто во что гораст, тот это и проектирует. И получается, что если производитель разработал типовые шкафы и так далее, то проектанты пытаются в эти шкафы забить все, что угодно. Кадры тоже решают все. Чтобы растить квалифицированных работников, их необходимо обучать на оборудовании прототипе реального производства. В вузах материальная часть дотационной, чтобы выйти из положения, студентов обучают на базе предприятия. Современные тенденции другие, подметили эксперты. Учебным заведениям необходимо не надеяться на работодателей, а самим заказывать оборудование для обучения. Медрик Валев, Александр Петров, Республика.